МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скандальные поправки о лояльности учителей. Что об этом думают депутаты парламента? Будут ли они голосовать за этот законопроект? И как министерство собирается проверять учителей на лояльность? Прямо сейчас об этом в программе «За и против». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На днях министерство образования и науки передало закон об образовании парламенту. Сейчас документ находится на рассмотрении комиссии Сейма. Согласно законопроекту, работодатель сможет сразу прекратить трудовые отношения с руководителем учебного заведения или педагогом, если окажется, что тот не лоялен Латвией и Конституцией страны, а также если сотрудник в процессе обучения формирует у детей неправильное отношение к себе, другим, работе, природе, культуре, обществу и государству. Уволенный не сможет преподавать в течение пяти лет. Как за этот закон будут голосовать депутаты парламента? Одобрят они эти правила или все-таки нет? Мнения разделились. И в действующем законе написано, что педагоги должны быть лояльны государству. И сама по себе цель добиться того, чтобы работники школы были лояльны государству, она обоснована. Здесь вопросы больше касаемо реализации данной нормы. То есть как это будет проверяться? И, скажем, какая процедура? Хотим ли мы, чтобы наша школа стала, скажем, помощником полиции и действительно сообщала институциям о том, что есть подозрительный учитель, проверьте его? То есть эти вопросы возникают. Но еще раз обращаю внимание, вопрос лояльности здесь все-таки второй. То есть, на мой взгляд, там есть более опасная норма, чем вопрос лояльности. Учитель должен работать так, чтобы у ученика возникало отношение к природе, к себе. И вот здесь возникает вопрос. И если он не выполняет эту обязанность, его можно будет уволить. Понимаете, если было бы написано, что учитель должен способствовать тому, чтобы у ученика было правильное какое-то отношение, и тогда мы бы дискутировали бы, правильное, неправильное отношение образуется. То есть здесь очень неясная норма. Ну то есть учитель приходит, у ученика какое-то отношение к окружающему миру формируется, а кто-то может решить, что вот здесь что-то не так, и требовать увольнения педагога. То есть это очень неясная норма. Если с лояльностью более-менее понятно направление, то в данном случае открывается такой широкий простор для интерпретации. И здесь уже служба защиты с отверстом не поможет, потому что это не их вопрос. То есть какое отношение у ребенка формируется в ходе учебного процесса. Нет критериев лояльности, нет никаких правил, как должна выглядеть эта лояльность. Да, но зато красиво заявили. Как мы можем определить, что такое является правильное отношение самому к себе и неправильное? Это значит, что законом мы пытаемся регулировать профессиональную деятельность учителя. Мы, в принципе, не доверяем учителю как профессионал, который лучше депутатов наверняка знает, какими методами обучать своих учеников. И это, на мой взгляд, вторая серия по правкам. Год назад была большая шума, потому что мы делали правки на счет того, что считается этическим, не этическим и такого плана. Так что, ну, я надеюсь, что кабинет министров сам поправит эту ошибку. Если нет, придется это делать с парламентом. У нас были претенденты, самые яркие, наверное, с учителем Рафальским, который однозначно продемонстрировал свою нелояльность к государству, участвовал в акциях против страны. Измерить лояльность очень просто. Если человек совершает поступки, которые противоречат сатверсме, значит, он нелоялен к государству. И если служба безопасности это подтвердила, такой человек не имеет права работать и обучать будущее поколение. Этот закон еще до попадания. В Сейм вызвал резкие протесты учителей, а также ряда политиков. Мы поговорили с представителями государственной службы качества образования. Что именно предусматривает закон, которого многие так боятся? Человек, который работает с детьми, всегда представляет определенный риск, поскольку нанести вред ребенку, это, наверное, самое сложное в сфере образования, поскольку нанести вред можно одним движением, а потом этот вред уменьшать в течение нескольких лет. И, в принципе, идея этих поправок связана как раз с тем, чтобы ограничить работу учителя, и в том числе директора школы, если констатировано, что работа учителя или директора школы наносит ущерб или вред учащимся. На учителей, которые следуют в программе и добросовестно выполняют свою работу, закон никак не повлияет, говорят, в службе качества образования. Все, что происходит вне школы и вне учебного процесса, тут никаких. Тут более примеры простые. Например, человек, который принадлежит к определенному верованию, вместо уроков агитирует за это верование. И, несмотря на какие-то возражения, продолжает это делать. Человек, который занимается активной политической деятельностью, вместо урока проводит фактически такое псевдо-собрание, где рекламирует себя в свою там партию. Это пример. Человек, вместо того, чтобы следовать стандарту, вместо того, чтобы реализовать ту программу, которую он обязался реализовать, то есть, иными словами, каждый учитель, поступая на работу, подписывает трудовой договор, говорит о том, что он будет работать в соответствии с лицензированной школой программы, вместо этого начинает заниматься, ну, скажем так, разговорами о жизни, о том, что все в жизни плохо, что ему не нравится, и тем самым, скажем так, интерпретирует какие-то вещи, которые связаны в программе иным образом. Ну, например, говорит, это мне не нравится, это я учить не буду, это вы сами читаете, это не важно, это не нужно, мне вот кажется по-другому, но все-таки обязанность каждого учителя реализовывать свою программу в соответствии с теми стандартами, которые есть. Да, ну, или, допустим, что-то ему не нравится, по какому предмету, просто пропускает какой-то блок знаний. Сами поправки, они связаны не только с лояльностью, но и с тем, что учитель обязан формировать отношения ученика к себе, к окружающим, к обществу, воспитывать, в общем-то, честных людей, воспитывать патриотов страны, то есть, это не только лояльность, это намного шире. Во-вторых, ну, в принципе, проверки, как вы сказали, ничем не будут отличаться от того, что сейчас происходит. Получая определенную жалобу, в зависимости от содержания жалобы, или это будет посещение урока, либо это будет в отдельных случаях разговор с учителем, или же, например, интервью с родителями-учениками, или их опрос, или интервью, либо же это будет, если есть определенное знакомство, допустим, с документами, то есть, вопрос, что учитель пишет в журнале, и что происходит в реальной жизни, то есть, в принципе, методы, они известны, и они ничем не будут отличаться. И я еще раз хочу подчеркнуть, что идея этих поправок – это крайняя мера, и это в том случае, если никакие другие методы воздействия, назовем это так, не помогают. То есть, тут ни в коем случае не идет разговор о том, что учитель не может во время урока пошутить, или не может, там, если класс немножечко, ну, скажем так, не собран, пару минут посвятить тому, чтобы собрать класс, но идет разговор о том, что это крайний случай, когда, в общем-то, никакие социальные и никакие человеческие факторы, никакое человеческое воздействие на учителя или на директора не действует. В принципе, учитывая достаточно долгий опыт в сфере надзора за образованием, изредка проблемы были, и да, были жалобы, и были жалобы, связанные, допустим, с какими-то политическими проявлениями. Мы поговорили с представителем объединения родителей Латвии. Родителей слово «лояльность» тоже не смущает, даже наоборот. В самом слове «лояльность» ничего плохого нет. Я думаю, педагоги должны быть лояльны стране. Но нам, как и родителям, важно, чтобы учитель в первую очередь был лоялен по отношению к детям и родителям. Конечно, важно о лояльности школе, системе образования и государству. Учителям, возможно, нужен свой внутренний механизм чистки. Наверное, Министерство образования и науки лучше знает, как это сделать, чем мы, родители. Если закон меняется и появляются новые нормы, значит, есть определенные угрозы государственной безопасности. А нам, как родителям, важно, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности в школе и не подвергался каким-то сомнительным идеям. Пока неизвестно, примет парламент закон или нет. Но вот что по этому поводу думают представители самоуправления. Мне кажется, что эта инициатива заслуживает только порицания. Интересно, я хотела бы знать, как и кто будет проверять наших учителей на лояльность? И что под этим подразумевается? Я очень боюсь, что мы возвращаемся к каким-то репрессивным годам или репрессивным методам по отношению к людям, образованным. И почему эти люди не могут иметь свое мнение по поводу того или иного вопроса? Может быть, это потому, что господин Шадурский боится адекватной реакции со стороны учителей по поводу провалившейся, на мой взгляд, реформы? И таким образом он хочет закрыть рот? Не знаю. Если мы оцениваем учителей не как нелояльные, то есть они готовят наше будущее поколение, то есть это в априоле растут дети, будущие граждане этого государства, которые уже будут нелояльны. Вообще оценка лояльности, нелояльности, она, в моем понимании, очень субъективна. И все здесь живущие, все граждане, мы точно лояльны этого государства. Мы любим это государство и хотим, чтобы здесь было только хорошо. Подобные инициативы не совсем логичны, потому что все-таки кто определяет вот это лекало, как должна выглядеть лояльность государству. То есть, в принципе, на мой взгляд, учитель – это тот человек, который развивает человека, делает личность. И выбор личности, в том числе, как будет развиваться его страна, личность большой буквы. Если же делать какую-то кальку под определенные стандарты, то это в корне неверно и неправильно. Я считаю, если учитель уже педагог, ну, прошел обучение, в принципе, в работе в наших учебных заведениях, он уже должен быть лоялен к государственным, например, ну, приоритетам, ну, или должен быть патриот своей страны, своего региона, своего города, да. По-другому быть нельзя. Если такого нет, то есть другие методы, в принципе, ну, как или директор школы, или самоправление может и освободиться. Если учитель, ну, работает плохо, например, есть какие-то проблемы, есть аккредитации, атсистации различные, да, и так далее, да. Потому что многие просто учителя как-то очень серьезно на себя это берут, да, и поэтому думают, ну, сейчас меня начнут как-то проверять. То есть какая-то цензура будет определенная, да, это довольно нереально будет. Янис, ну, Вы очень много лет возглавляли управление образования, да, выпался, но неужели в наших школах есть нелояльные к Латвии государства учителя? Ну, вопрос довольно такой интересный, потому что учитель работает с детьми, конечно, да. То, что он делает на уроке, он работает на основании разработанной программы, программы, утвержденены Министерством образования, и там, в принципе, ну, какая инициатива должна, может быть, программа быть, но все равно он по стандарту работает, да, поэтому тут исключено. Если учитель где-то в свое свободное время высказывает какие-то мнения где-то в социальных сетях, еще что-то, да, как иногда бывает, ну, как это определить, например, с работы, или это переносится на работу, насколько это вопросы противоречат каким-то конституционным, например, требованиям нашего государства и так далее, это, опять-таки, довольно очень сложно определить. Ну, на мой взгляд, это вообще оценивается не господину Шадурскису, а самое интересное для меня, что происходит последние 20 лет, о том, что все политики в Семе, министры и президенты, которые страшно ругают советское время, самое худшее, что оттуда есть, они как раз и забирают. Сегодня дошли до того, что будем оценивать на лояльность наших учителей, кто будет оценивать, какая шкала, большие вопросы о суде и кто. Алексей Мацкевич – директор Бикерникской основной школы, школы для национальных меньшинств. Он считает, что для принятия поправок на лояльность нет никаких оснований. Все заинтересованы, чтобы наше государство развивалось, чтобы благосостояние граждан нашего государства только улучшалось, жизнь наша становилась бы лучше. Поэтому очень трудно представить хоть одного человека, кто бы желал бы чего-то противного. А еще учителя говорят, сейчас в системе образования и науки много других проблем. Лояльность – это не та тема, которую стоит обсуждать. Наверное, вопрос лояльности, он не является актуальным. И он даже не является второстепенным вопросом. Система образования сейчас мучает и терзает намного более важные проблемы. Например, то же самое качество образования. Министерство образования готовит новые поправки в плане компетенции и улучшения учебных программ. Актуальный вопрос – заработной платы. Потому что это ненормально, что значительная часть педагогов стала получать меньшую заработную плату. И тем не менее поправки педагоги и директора школ встречают с опаской. Они не понимают, как этот закон будет работать. Мы встретили эту новость с непониманием. Потому что нам действительно непонятно, для чего поднялась эта тема, эта шумиха. Потому что, на наш взгляд, существуют более актуальные проблемы, которые необходимо решать в приоритетном порядке. В распоряжении полиции безопасности есть информация о нескольких случаях, когда Государственная служба контроля качества образования получила жалобы от родителей и государственных должностных лиц, но не имела полномочий для действия против нелояльных директоров школ и педагогов. Если закон примут, полномочия будут. Из-за нелояльности, неправильного формирования отношения ребенка, педагога смогут уволить с работы. Но в министерстве говорят, это крайняя мера в случае, если нарушения действительно будут вопиющими. Меняется порядок проведения экспертизы для людей с инвалидностью. Как будет работать новая система, расскажем прямо сейчас. Нехватку врачей компенсирует законодательно. Сейм внес поправки в закон об инвалидности. В срочном порядке парламент в двух чтениях применял поправки к закону с целью избежать ситуации, когда из-за опоздалых экспертиз инвалидности происходят срывы выплат пенсий. Изменения в законе предусматривают право врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности продлевать ранее присужденный статус инвалида на время до 6 месяцев, но не дольше, чем до издания следующего административного акта по делу конкретного лица. Эту возможность комиссия сможет использовать в случаях, когда нарушен предусмотренный законом срок продления инвалидности в один месяц. Такой временный порядок будет действовать до конца 2018 года. Причина изменений в законе – нехватка врачей, которые могли бы входить в комиссии по определению инвалидности и, как следствие, затягивание рассмотрения дела при суждении инвалидности. Например, по данным Министерства благосостояния, в 2016 году 14% обращений о присуждении инвалидности рассматривались дольше положенного месяца. Мы спросили у депутатов парламента, почему было принято такое решение, чем обусловлена срочность. Весь этот процесс в последние годы действительно стал очень долгим, и людям с инвалидностью и так приходится преодолевать трудности. Этот вопрос должен стать одним из приоритетов парламента и правительства, навести порядок в системе таким образом, чтобы людям не приходилось так долго ждать. Давно надо было этот вопрос решить. В нашей стране, на мой взгляд, слишком много бюрократии во всех сферах. И если обычным людям приходится долго ждать, хотя это тоже очень плохо, что касается людей с инвалидностью, это просто недопустимо. Надо еще больше упростить систему. Меня вообще удивляет, когда человеку, например, без ноги приходится еще доказывать и проходить заново экспертизы, как будто потерянная нога может вновь появиться. Многие вещи в социальной системе, системе здравоохранения давно надо менять. Процедура получения статуса человека с инвалидностью должна быть намного проще, но мы хотя бы постепенно ее улучшаем. Много месяцев надо ждать, конечно, но есть и другое, что некоторые экспертизы, иногда врачи, так скажем, подписывают, которым не нужно, может было, конечно, тратиться деньги, но то, что тем людям, которым нужно, это, конечно, надо быстрее делать. Он должен идти доказать каждый год, что у него эпилепсия. И только тогда ему платят эти деньги. Там плюс, не знаю, там 100 евро на пенсию. Но ему еще не верят, что ему эпилепсия. Его еще сажают в больницу на содержание на две недели, чтобы смотреть, есть ли, не симулянт ли он. Так что вот такая вот ситуация до сих пор в Латвии у нас есть. И это ненормально. Абсурдность старой системы была в том, что если человек не может вовремя попасть к врачам, он не может вовремя пройти экспертизу. И в таком случае ему не платят пенсию по инвалидности на время этой задержки. Для многих это единственный источник дохода. Мы поговорили с обычными жителями Латгалей. Как на их взгляд, можно в нашей стране прожить на пенсию по инвалидности? Нет. Вот в моем подъезде живут двое пенсионеров-инвалидов. Пенсия у них мизерная. Их практически к врачам они попасть не могут. Только за деньги. А откуда у них деньги на это? У нас даже у мужа группа есть, и у жены. Муж вообще он плохо ходит, с ногами проблемы. Только вот теперь, сколько они ходят, они не могут добиться нормальной пенсии. Хотя бы, чтобы оплачивали какое-то лечение или обследование. Нет, очень тяжело нашим пенсионерам-инвалидам. Ну, вряд ли. Я, честно говоря, не знаю, какие точно пенсии у инвалидов. Но явно знаю, что небольшие. По сравнению с странами Евросоюза, но сравнение, конечно, не в нашу пользу. Возможно. У меня мама инвалид, поэтому я знаю, что невозможно абсолютно. А что хватает? Хватает квартплата и, в лучшем случае, таблетки. В лучшем случае. А так даже на это не хватает. Нет, конечно. Нет. А на что хватает этой пенсии, как вам кажется? Смотря где жить. На коммунальные услуги и на лекарства. Больше ни на что. Нет, конечно. Очень мало. Даже если у меня нет инвалидов, знакомых, не друзей, слава богу. Я считаю, что нет. Я наслышана очень много. Я не знаю, не в курсе, сколько они получают эту пенсию. Так что я не могу ответить. Пенсия по инвалидности с детства 108 евро. За 8 мало. Мало. Что на эти деньги можно себе позволить, как вы думаете? Ну, ничего. Покушать. Я думаю, что нелегко. Думаю, нет, но я не получаю пенсию по инвалидности. По старости только. Я не знаю, может быть, по инвалидности тоже есть разные пенсии, как и у пенсионеров. Есть у пенсионеров 3000 пенсии, есть 200 евро только пенсия у пенсионеров. Может, и у инвалидов так же. Не знаю. Но я тех знаю, по-моему, мало получают инвалиды. Я не инвалид, поэтому мне трудно судить об этом. А так, если 100, там 20, 30 евро, это мало очень. Надо, чтобы было 300, то есть и евро, евро, да. Как кому, наверное. Нелегко, никому нелегко. Мы поговорили с членом общества инвалидов ДАУГ. Упился, насколько трудно попасть к врачам и получить нужные справки. Хотелось бы, чтобы твоя карточка инвалида, она все-таки работала, да. То есть ты пришел, ты показал, что ты инвалид, и там тебя, возможно, ну, хотелось бы без очереди, да, все-таки. Но общая очередь. И мне приходится через знакомых иногда, честно говоря, там как-то пробиваться, да. Когда ты получаешь решение в ТЭК, там всегда есть сроки, и мы их стараемся не пропустить, разумеется. Заранее даже послать документы или отвезти. И приходится ждать. Сколько месяцев в последнее время? По два месяца, да. Записываешься через два-три месяца. Конечно, есть специалисты за деньги, но инвалид не может при своей пенсии позволить себе 15-20 евро оплатить, да. Поэтому общая очередь. Ну, я представляю, я прихожу в регистратуру, я прихожу со своим удостоверением инвалида, и для меня есть какие-то привилегии. То есть инвалид должен, я говорю, без очереди, да, то есть оставляться какие-то, может быть, даже, не знаю, талончики для инвалидов. Какая сейчас пенсия по инвалидности? Дети, которые, я знаю, третья группа, да, они с детства инвалиды, они получают 108 евро. Вот сейчас у меня молодежь работает, они с рождения инвалиды, да, 108 евро. Третья группа, вторая группа, наверное, 128. Ну, вот как молодому больному человеку жить на 128, ну, это, это как-то от государства, как на смехательство, да. Сегодня на работу устроиться с инвалидностью человеку, ну, практически нельзя. Потому что если увидят твою бумажку, что ты больной, значит, ты болеешь. Вот. И тебя никто не берет на работу. Есть вот такие, как у нас общество, есть государственная программа, которая помогает нам. Есть субсидированные рабочие места, там, в год, там, на наше общество, например, 4 дали места. Ну, вот человек с инвалидностью может работать в обществе. Ну, есть и другим, наверное, организациям могут брать, только, я не знаю, на сколько. Ну, это в году, если на Латвию взять, ну, может, человек 50 с инвалидностью могут устроиться. Ну, это только на год, а что потом? А что потом? Потом опять ничего. Вот, а потом никто. Вот у нас, вот работали люди, да, например, позапрошлым году, которые, они не работают. Не все понимают, как будет работать новый закон. Скорее в этом проблема. Если мне продлевают, полгода я собираю бумаги эти оставшиеся полгода, мне выплачивают пенсию, а потом в конце получается так, что мне вообще снимают эту группу, что я не подхожу уже, уже маленько выздоровела, скажем так. Это бывает сплошь и рядом. Как тогда я отдам потраченные деньги государству? Мне надо группу продлевать, я уже три месяца заранее знаю, что мне надо будет, я уже собираю все справочки. Вот, и это, как бы я считаю, что это может каждый человек это сделать. Ну, бывает, когда задерживаются. Я знаю, вот девочке надо было попасть на магнитный резонанс, ей надо было сдать четыре месяца, она опоздала. Ну, ей взяли старый, но тоже продлили. Так что, так, чтобы сказать, что очень хороший закон, что-то они такое сделали, я бы не сказала. Ну, с одной стороны, было бы, конечно, хорошо, если бы где-то без очереди, где-то какие-то были бы те самые, те самые хотя бы платные врачи были бы, вот, человеку с инвалидностью, были бы маленько ниже. Ну, государство оплачивало бы специалиста, ну, хотя бы наполовину ниже, это уже было бы легче. И я знаю, например, как вот у меня люди, которым надо попасть в специалист, вот именно сейчас, когда я заболел, а не тогда через четыре месяца, когда уже все пройдет. Ну, были бы какие-то, вот, такие привилегии какие-то. Помимо государственной пенсии по инвалидности, люди могут претендовать на различные пособия от муниципалитета. В каждом самоуправлении они свои. Это, безусловно, жилищное пособие, которое предполагает оплату тепла, различных услуг, связанных с использованием жилого помещения, и пособие на приобретение твердого топлива, такого как дрова или уголь. Следующий вид пособия, который очень востребован, это пособие на здравоохранение, это компенсация различных видов медикаментов, приобретение очков, протезирование зубов и так далее, и тому подобное. Еще один вид поддержки, серьезный для людей с инвалидностью, это питание взрослых, которое полагается людям со статусом малоимущих. Вообще все пособия привязаны к двум видам статусов. Это статусы малоимущих и малообеспеченных. Все персоны с инвалидностью, которые обладают такими статусами, они все вправе получать весь перечень пособий, который определен обязывающими правилами. Я продолжу. Это еще и льготы на проезд в общественном транспорте. Это возможность лечиться 4 дня не только в региональной больнице, но и в 30 стационарах Латвии, которые определяют обязывающие правила. Есть пособия для лежачих больных с показаниями особого ухода, при том, что их доходы не более 320 евро в месяц. По группам инвалидности самоуправления не делят. Для нас определяющим является, пожалуй, статус, то есть уровень доходов наших людей. Как навести порядок в охранном бизнесе, чтобы сами охранники следовали более строгим правилам, а охранные фирмы работали по единым стандартам. Прямо сейчас об этом в программе «За и против». Охранные фирмы до начала следующего года должны получить новые лицензии, так как с 1 января вступят в силу принятые еще в 2014 году поправки к закону об охранной деятельности. Согласно этим поправкам, оказывать охранные услуги смогут только те фирмы, которые получат лицензии нового образца. Закон устанавливает 4 главных вида охранных услуг. Оснащение техническими охранными системами, физическая охрана, техническая охрана и охрана инкассации. На каждый из этих видов выдается своя лицензия. Охранные предприятия считают, что новый порядок высветит истинную ситуацию с деятельностью компаний в этой сфере. По данным МВД, в сентябре этого года в Латвии было 12,5 тысяч лиц, которым выданы охранные сертификаты и 559 лицензированных охранных предприятий. Мы спросили у депутатов Сейма, зачем нужны какие-либо изменения в этой системе. «Закон об охранных фирмах в трех видах открыт в Сейме, в том числе в пакете бюджета. Цель – привести в порядок этот бизнес, чтобы государство не теряло доходы от налогов, потому что часть работающих в этом бизнесе фирм стараются обходить законы и налогов не платят. А потом у нас не хватает денег в бюджете, которые мы могли бы выплачивать учителям или полицейским». «В охранных фирмах должен быть очень строгий контроль. В фирмах работает много людей, эти люди вооружены. Люди с оружием могут принимать участие в незаконной деятельности и даже выступать против государства. Поэтому в этих фирмах надо навести порядок». «Надо иметь в виду, что охранные фирмы в какой-то степени выполняют полицейские функции, они носят оружие. Это организованная группа людей. Нужны правила, чтобы охранники не могли быть связаны с организованной преступностью». «Это очень хороший прецедент был насчет Максима. Там каждый, даже сейчас, на данный момент, каждый может быть охранником, понять и простить. Да? И сейчас будут какие-то правила, что он должен ввести какие-то курсы, чтобы не было таких трагедий, как они не знали, что делать. Потому что у них из охранников только костюм, куртка и вот этот знак. И все. Должен был быть какой-то инструктаж и так далее. Вот это очень важная вещь. И я только за». Что думают простые жители Даугавпилса? Они доверяют охранникам? «Я нет. Я дома все время сижу». «А как вам кажется, можно им доверять?» «Вы знаете, не знаю. Я знаю такой случай, когда пока приехала охранная фирма, как говорят, к шапочному разбору. Такое тоже бывает». «Мы обращаемся к их услугам. Вынуждены обратиться. Ну, пока, во всяком случае, сколько, несколько лет прошло уже. Больше, наверное. С 2-6 лет. Да. Ну, пока все нормально, во всяком случае. Не обращаюсь, ну, может быть, по финансовым проблемам. А доверять не знаю, не могу сказать. В принципе, знаю, что они есть, так сказать. Но сами непосредственно не пользуемся. «Человек должен быть сам осторожным, быть, да. И всегда надо рассчитать даже некоторые нюансы, да. Ну, чтобы быть уверенным». «Моя квартира, да, под охраной». «Вы им доверяете?» «Ну, были такие случаи, да. Да. То есть они приезжали вовремя, своевременно. Я уже с этим столкнулась». «Нет, не обращалась, но не знаю. Во всяком случае, тем, которые стоят около магазинов, я думаю, мне очень надо доверять. Днем их много, но мне приходилось бывать здесь вечером. И их нет здесь». «Нет, я не обращаюсь, поэтому не могу судить». «Ну, магазин же ходит и видит их работу». «Ну, да. Ну, работают, вроде бы, как сказать, то, что им требуется, то они и делают». «Я не знаю, которые как в магазинах, но у нас квартира под охраной, я пока доверяю. Больше у нас я ни с какими не сталкивалась». Мы поговорили с владельцем одной из охранных фирм. Что он думает насчет новых правил? «Эти правила, они внесли большую сумятицу и переполох среди охранных фирм в целом по всей Латвии. Я приведу пример, что на сегодняшний день, на сегодняшний день до 1 января, у нас в Латвии зарегистрировано где-то 533, ну, может быть, чуть больше, да, охранных фирм по всей Латвии. На сегодняшний день, насколько я знаю, лицензии уже нового образца, да, позволяющие им работать, получили только, всего лишь 174 или 179 охранных фирм. К сожалению, большинство охранных фирм будут вынуждены закрываться, терять своих клиентов и как-то, я даже не представляю, как они должны прекратить свой бизнес, как они должны избавиться от клиентов и так далее». Что конкретно фирмам нужно будет изменить? «Бронированные двери, это пули, непробиваемые стекла, это, значит, генератор, который автоматически производит запуск в случае пропадания электроэнергии, хотя есть УПСы, да, которые держат и можно ручными пользоваться без проблем. Большинство охранных фирм были ручные генераторы. Они должны эти ручные куда-то деть и закупить новые с этой автоматикой. Плюс помещения дополнительные. Появились требования к дополнительным помещениям. Это должны быть в центре управления, должен быть серверная, должен быть комната отдыха, должен быть туалет там отдельный для них и должна быть сам центр управления. Это требования к серверным, это требования по видеонаблюдению, это требования по технической охране и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день, вот я уже 20 лет занимаюсь охранным бизнесом, я вообще не пойму цель вот этих правил. Я никак это не пойму». Предприниматель считает, что порядок надо наводить в других сферах работы охранников. Есть правила, например, которым далеко не все спешат следовать. «Должен ли охранник иметь сертификат? Конечно должен. Все имеют у нас сертификаты? Я скажу, что нет. Наведите порядок в игральных автоматах, наведите порядок в магазинах, где почему-то человек выполняет функции охранника, но числится контролером, числится каким-то там техническим диспетчером, числится, но только не охранником, хотя выполняет функции охранника. Это от чего уход? Это уход от лицензии, это уход от сдачи на сертификат охранника и так далее. Значит, что еще? Наведите порядок с бэджиками. То есть, я видел бэджики различные, и везде есть нарушения, хотя в правилах или в законе об охранной деятельности четко указано вид этого бэджика. Фотография, фамилия и имя лица, дата его, номер договора, когда он заключен в договор между ним и охранной фирмой, попись руководителя. То есть, пожалуйста, неужели это сложно? То есть, вместо того, чтобы точечно бить по нарушениям, создали невыносимые условия на сегодняшний день для охранного бизнеса. Если я до этого времени не подготовлю и не сдам центр управления пультом, то мне нужно будет свернуться и другим охранным фирмам тоже. Но главное в этом законопроекте не технические новшества, которые фирмам придется ввести, а то, что лицам, предоставляющим угрозу для государства, запретят заниматься охранным бизнесом. Это будет происходить, если имеются основания считать, что владелец предприятия связан с антигосударственной или преступной организацией и представляет угрозу госбезопасности. Также законопроект предусматривает необходимые для получения охранного сертификата образования и порядок прохождения проверки для его получения, порядок его выдачи, продления и получения дубликата сертификата, срок действия этого документа, размер пошлины за его выдачу. Редактор субтитров А.Семкин